Приветствую, дорогие друзья, подписчики и те, кто собирается подписаться, и приглашаю на свой канал в Ютубе послушать, посмотреть Радио Филадельфия 106.5 FM. Прямой эфир программы «Утро» с Антоном и Дмитрием Комаровыми. В эфире один из братьев Дмитрий Комаров. И что, я пока про футбол пару слов скажу. Начну, собственно говоря, с Андрея Шевченко. Прочитал я, значит, комментарий. Дэви Аркадьева, ну, вообще, я так понимаю, неким образом провокативный заголовок насчет того, что надо быть снисходительнее. Но я хотел, на самом деле, не об этом-то сказать. Тут вот в этой смс-ке, которую вы приводили в этом сообщении, да, тут говорится, ну, я так понимаю, от лица одного из бывших «Динамовцев» говорится, что знаю по себе, у меня тоже был такой прецедент с одним клубом. Но у меня никогда не было агентов, поэтому странно, что у Андрея не нашлось грамотного юридического помощника. Ну, я вообще напомню, что Андрей Николаевич заработал на этой истории 20 миллионов долларов. По-моему, долларов, а не евро. А может, евро. Ну, то есть, там в контракте было все хорошо прописано. Как бы, моральные переживания Андрея Николаевича были компенсированы, да, или он был слишком уверен в себе и доверился хозяевам клуба. Мне, я, в общем, насколько я понимаю, Андрей Николаевич сделал очень грамотно, и заработать за два месяца работы, по сути дела, 20 миллионов, даже если это 20 миллионов были на штаб, а не на него одного. Ну, достаточно неплохая компенсация, поэтому вот с этой частью я готов очень долго дискутировать. Теперь то, что касается будущего Андрея Шевченко, о котором и вы высказывались, и мы проговаривали, да, вы тут, вот, у вас тоже есть такая там заметка, теперь пауза, и туда-тем. И смотрите, интересная заметка про нашего мальчика проскочила буквально-таки вчера. Нет, позавчера уже, внезапно, автором этой заметки, внезапно автором этого высказывания стал Андрей Павелко. Не совсем правильное решение, говорит Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола, не совсем правильное решение от руководства клуба. Как все мы помним, чтобы выстроить систему в команде, нужно время и терпение. С 2016 по 2018 было много критики в адрес Шевченко, когда он не достиг результата со сборной. Но шаг за шагом начали появляться проблески, хорошие игры, которые Украина показывала с 2019 по 2021 год. Появление такой, ну если не комплементарной, но такой защищательной, простите за такое слово, позиции от Андрея Павелко, с которым Шевченко побил горшки по праздным, значит, слухам и обстоятельствам, в том числе и финансовым, выглядит на первый взгляд весьма странновато. На второй взгляд, если мы вспоминаем, что в марте, по-моему, в марте, поправьте меня, если я не прав, но по-моему, в марте месяце этого года будут выборы президента Украинской ассоциации футбола, то, как мне кажется, здесь кум Андрея Шевченко, Андрей Павелко, очевидно, начинает нервничать и, очевидно, начинает закладывать какие-то там мосточки и говорить, что, ну я-то за тебя-то, я-то за тебя-то больше, чем за многих других, мы же вообще из кумов, я с тобой, я-то за тебя-то прям как никто другой, и вот это вот такая... Я за тебя. Я за тебя прям вообще, как ты, я даже не представляю, как я за тебя. Вот эта вот несколько нервная реакция Андрея Павелко и внезапная реакция Андрея Павелко может намекать на то, что Андрей Николаевич может двинуть свою кандидатуру на пост президента Украинской ассоциации футбола. И на фоне жуликоватого и, как говорят некоторые, вороватого бывшего народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Андрея Павелко, Андрей Николаевич Шевченко выглядит прям непобедимым кандидатом. А как говорят некоторые слые языки, что Андрей Николаевич готовы поддержать и братья, и отдельные суркисы, и даже Ренат Леонидович Ахметов, то тут может сложиться внезапный и консенсус, и внезапная история, и Андрей Николаевич Шевченко выглядит очень серьезным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола. Поэтому вот я помню, что неделю где-то назад Дэви Аркадьевич писал, что может быть там надо Андрею определиться в своей, насколько, ну там, типа перспективах вообще тренерской карьеры. Ну какая-то такая правда, я сейчас ее не точно процедирую. Ну и да, в общем, я сейчас вот складываю некоторые там вещи и понимаю, что Андрей Николаевич вполне себе может пойти по пути футбольного функционера. Я напомню, что тот же Григорий Суркиц, который, ну, в общем, не был знаменитым футболистом, но добрался до нового вице-президента УЕФА. Неки пиетет УЕФА по отношению к бывшим футболистам присутствует. И дойти, ну, если не до президента УЕФА, ну, до вице-президента УЕФА для Андрея Николаевича, мне кажется, не составит никаких проблем. И вполне возможно, что этот вариант, вариант чиновничества для Шевченко будет тоже вполне интересным вызовом. Другой вопрос, тоже хочу я сказать отдельно, что, скажем, в сборной и в джиноа у Андрея Николаевича был штаб, на который он мог положиться, среди которого, среди этого штаба он распределял обязанности, да, и этот штаб был итальянский, и эти люди могли, ну, там, закрыть те вещи, которые не закрывал, или не мог закрыть Андрей Николаевич Шевченко. А вот теперь вопрос, а вот если Шевченко пойдет в президенты Украинской ассоциации футбола, а кто у него будет в штабе? Потому что молодого, популярного человека, который стал президентом, мы уже без команды, мы уже один раз видели. Это нифига ничем хорошим не заканчивается, ребята. Даже если этот человек молодой, популярный и с большими заслугами, но это правда ничем хорошим не заканчивается. Поэтому хотелось бы увидеть команду, хотелось бы увидеть программу Андрея Николаевича, если он пойдет в эти самые президенты. Но вот вариант его похода для меня вот сейчас прям не выглядит нулевым. Прям такая, мне кажется, возможность очень и очень большая. Я еще раз говорю, что вот это внезапное выскакивание Андрея Павелка из кустов с криками, ну как же, зачем же вы уволили? Ну то есть я Павелка понимаю, оставили бы они Шевченко до конца сезона, и у него бы, у Андрея Павелка, просто не было бы этих конкурентов. Да, я еще раз говорю, по-моему в марте состоятся выборы. А тут, конечно, такая раз и такая неудача. Тут январь месяц, а человека уже уволили. И он такой, а зачем, зачем вы это сделали? Надо было дать больше времени. Надо было дать мне переизбраться. Слышаться за этим криком возмущения. Ну вот такая история. А там посмотрим. Я уже где-то читал, что Шевченко там просит, там, чуть ли не там, не 20 миллионов у сборной Польши. Ну там безумная сумма, ну и так далее, и так далее. Еще раз говорю, я на месте Шевченко в любом бы случае брал бы час-паузу. Это был Дмитрий Комаров, радио Филадельфия, 106.5 FM. О традиционных лайках не прошу, это на ваше усмотрение. А вот за комментарии, которые вы, надеюсь, будете оставлять и на моем канале в Ютубе, и в блоге на сайте Динамо Киев от Шурика, буду вам признателен. Буду признателен тем из вас, кто будет рекомендовать своим друзьям подписываться на мой канал в Ютубе. Будьте все здоровы, благополучны, и заканчиваю обычно своим традиционным. Несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Быть добру искренне ваш Дэви Аркадьев. Бог даст, до новых встреч!